Тамара Алексеевна с трудом сдерживает слезы, вспоминая о том дне, когда по телефону ей сообщили о дочери, попавшей в больницу. Медработники, позже пенсионерка поймет, что это были мошенники, с утра и до вечера убеждали пенсионерку в том, что на лечение родственницы нужны деньги. Ехала она с какой-то молодой женщиной на машине и попала, авария случилась. И кто водитель в больнице, девушка, женщина, и она в больнице. Разбитая губа, голова, ну в общем, так. Ну конечно, ну что, я расстроилась. Ну как же так? Врач мне уже звонит, что Лену пропилили, все нормально. Я говорю, а сумма-то какая же будет лечение? Что-то 800 тысяч, что ли. Я говорю, это я и не слышала таких сумм-то. Женщина сказала злоумышленникам, что дома у нее есть 225 тысяч рублей и вечером того же дня отдала их неизвестной. На этих кадрах та самая пособница мошенников. Сотрудникам уголовного розыска, задержавшим подозреваемую по горячим следам, 20-летняя девушка рассказала, что нашла работу в интернете, прошла онлайн-регистрацию и через месяц получила задания от кураторов. Что делали? Собирала деньги у пожилых людей, клала на чужую карту, после этого карту удаляла. За какую сумму вознаграждение? 5% от каждой суммы. Сколько фактов совершили преступных действий? 4% от каждой карты, пожалуйста. Олейная, Беговая, Мичурина, Вишневая. Есть еще что сказать? Нет. Свою вину признаете? Полностью. По так называемой схеме ваш родственник попал в ДТП пенсионерки в возрасте от 88 до 99 лет. Лишились около полутора миллионов рублей. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Полиция призывает быть внимательными к пожилым родственникам. Чаще напоминать им о том, что не следует доверять незнакомым людям и передавать деньги через курьеров. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть. Саратов.